Здравствуйте! Это программа интервью 24 в студии Анны Нечуговской. Сегодня мы поговорим о вакцине против коронавируса. Но речь пойдет не о спутнике ВИА, а о вакцине крымского производства. На все вопросы нам ответит Владимир Аберемок, доктор биологических наук, доцент кафедры биохимиков у имени Вернанского, руководитель лаборатории клеточных технологий и разработки ДНК лекарств. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, чем отличается ваша вакцина от коронавируса и от спутника ВИА. Дело в том, что наша вакцина некая такая смелая попытка по-другому посмотреть на все вакцины, которые сегодня существуют в мире. И сегодня легко, используя интернет, проверить это. И основа нашей вакцины, основная идея является то, что мы имеем олигонуклеотидную конструкцию, внутри которой зашита антиген-презентирующая область коронавируса, с одной стороны, и с другой стороны, адювантная часть, которая будет активизировать врожденный иммунитет. А вот эта антиген-презентирующая область будет активизировать приобретенный иммунитет. Я знаю, что ее нужно вдыхать, правильно? Ее можно и инъекционно вводить, и вдыхать. А как вы думаете, как ее будут использовать? Обычным способом или вот таким необычным? Это будет зависеть от человека. Очень хорошо, когда мы предлагаем различные возможности для введения вакцины. И расскажите, на каком этапе сейчас разработка вакцины? Что делаете? На данном этапе сегодня мы доказали, что формируются специфические антитела в ответ на введенные конструкции вакцины. У нас их четыре основные. Это подтвердила организация «Вектор» в городе Новосибирск. Действительно, образуются специфические антитела. Теперь мы решили немножечко продлить доклинические испытания на трансгенных мышах или гуманизированных мышах. И после этого вплотную уже займемся тем, чтобы препарат попытаться произвести. А для этого нам нужна будет уже помощь и финансовая, и методическая других организаций. На мышах вы уже проводите исследования или это только предстоит? Мыши пока не пришли в Крым, не приехали. Мы их ожидаем в этом месяце. Когда начнете испытывать на людях? И что вам для этого вообще нужно? Какие процедуры пройти или какую-то документацию провести? На самом деле мы можем приступить к этим исследованиям в любой момент. Однако, чтобы не повредить своей репутации и исключить все возможные риски, все возможные форс-мажорные обстоятельства, мы решили провести доклинические исследования дополнительные. После этого провести доклинические исследования уже в организации, которая на этом специализируется, по всем нормативно-правовым актам и в рамках закона, то есть следуя определенному регламенту, по которому, в общем-то, и получают свою лицензию все вакцины. И уже после этого будем испытывать на добровольцах. А когда вы начнете испытывать на мышах, на животных, реально ли на этом этапе понять, что вакцина безопасна для человека? Всегда остаются определенные риски, всегда. Однако, животные очень близко к реальной ситуации на человеке могут подсказать сценарий. Поэтому мы думаем, что животные на 99, может быть, и 99,9% укажут верный путь, и имеется в виду дозировка, какая-то определенная комбинация конструкций вакцины. Сколько уже работаете времени над этой вакциной? По сути, мы включились в работу, по крайней мере, в теоретическую, с начала пандемии. Потому что выпустили... Идея пришла сразу, да? Как узнали о вирусе. Мы выпустили три статьи. В двух статьях попытались ответить на вопрос, что произошло и что будет происходить дальше. И во многом наш сценарий совпал с тем, что происходит сейчас. Это можно проверить. Опять же, эти две статьи выпущены. А третья статья, это была как попытка ответить на вопрос, что же с этим всем делать. И ответом в нашем случае было именно производство вакцины. На тот момент, конечно же, еще не было ни одной зарегистрированной вакцины. Все только включались в эту гонку производства нового препарата. И мы тоже подключились к этим разработкам. И предложили, конечно же, основываясь на своем опыте, ту конструкцию вакцины, которая была нам и ближе. С другой стороны, мы не хотели повторяться. Поэтому выбрали самую, может быть, оригинальную на сегодняшний день. Вероятность успеха для нашей вакцины с каждым днем повышается. И мы верим, что все получится. Есть ли какие-то отзывы от других ученых по России? Вот вы упомянули уже один центр. Как отзываются коллеги с материка о том, что вы делаете о вашей работе? Московский государственный университет имени Ломоносова активно интересуется. И вот буквально сегодня, перед встречей с вами, мы отправили им сыворотку наших кроликов, в том числе для исследований дополнительных. Есть в планах связаться с другими организациями. Как кролики переначат вакцины? Никто не погиб. Это уже хорошо. Да. Представьте, их иммунизируют достаточно часто, раз в неделю. И, конечно, сама процедура им не нравится. Как, наверное, любому человеку, инъекция — это немного, когда кто-то пытается вызвать у тебя стресс, наверное, правильнее сказать. И, конечно, им это не нравится, но, тем не менее, все себя чувствуют хорошо. Интраназальное ведение происходит, кстати, кроликом гораздо лучше, чем инъекционное. Мы думаем, что с человеком будет та же самая ситуация. Ведь вдохнуть, наверное, проще, чем колоть человека. Расскажите, когда собираетесь уже испытывать вакцины на людях, и где будете брать добровольцев? Добровольцы, прежде всего, это будет наша команда, участники этого проекта. И среди добровольцев, вне нашей команды, тоже есть люди, которые и пишут, находят где-то номер моего телефона и просят записать их в добровольцы. То есть найти, как вот помните, в случае «Спутник Ви» первой добровольцей было 76 человек, я думаю, нам не составит труда найти 100 человек. И когда думаете прививать их? Когда этот процесс вы запустите? Все зависит от некоторых вещей, много факторов влияет на эти события, и поэтому я думаю, что мы постараемся сделать это в течение года. Очень сложно здесь заглядывать в будущее. Ситуация меняется каждую минуту, по сути. В наших планах это сделать в течение года. Расскажите, прививались ли вы «Спутником Ви» или ждете, когда можете испытать свою вакцину от коронавируса? Дело в том, что у меня есть антитела, и я переболел коронавирусом. И это меня еще сильнее подтолкнуло к созданию вакцины, потому что то, как протекает болезнь, она неприятная. То есть вы переболели, да, у вас не просто нашли антитела? Да, я почувствовал то, что я переболел. И, конечно, я понимаю, что в определенных обстоятельствах эта болезнь, если есть сопутствующие заболевания у людей, если есть пожилой возраст, может вызвать и гибель организма. Поэтому, конечно, актуальность вакцин будет еще не меньше 10-20 лет. — Создание вакцины — довольно затратное предприятие. Расскажите, пожалуйста, где собираетесь брать финансирование, и есть ли уже, может быть, инвесторы даже в это дело, или это будет государство финансировать? Откуда будете брать средства? — Не секрет, что университет активно поддерживает этот проект в лице Анатолия Владимировича Кубышкина, проректора университета, Андрея Павловича Фололеева, ректора университета. И, конечно, какие-то средства, какое-то финансирование мы сможем получить от университета. По крайней мере, для доклинических испытаний по всем необходимым регламентам мы, думаю, постараемся найти. А дальше время покажет. Со стороны инвесторов тоже есть интерес. Умеренный пока. Умеренный, потому что нам, наверное, немного нужно глубже... — А вообще, насколько это дорого? — Пройти в проблему, чтобы у инвесторов было больше интереса. Насколько это дорого? Дорого что? — Именно создавать вакцину. — Ну вот доклинические испытания по всем методическим указаниям, скажем так, будут стоить где-то 12-15 миллионов рублей. Но это для всех вакцин так. И спутник ВИС, собственно говоря, тоже создавали так. — У спутников ВИС было много возрастных ограничений в начале, да? Сейчас уже могут и прививаться и люди, у которых пенсионный возраст. Расскажите, будут ли возрастные ограничения для вашей вакцины? — Это сложно говорить. Почему? Потому что мы не проводили эксперименты, направленные на то, чтобы оценить влияние возраста на переносимость вакцины. И, с другой стороны, на ту же эффективность. — А на кроликах видно как-то, нет различий? Это может быть кто помоложе, постарше? Или это так не работает? — Нет, мы брали приблизительно одного возраста кроликов для начала. И здесь могу единственное, что сказать. Мы используем молекулу, в общем-то, нуклеиновой кислоты, которая в каждом из нас есть. Только у нас определенная комбинация азотистых оснований. Аденина, тиминогуанина, цитозина. А у коронавируса своя комбинация азотистых оснований. Так вот, эта вакцина — это природная молекула, понимаете? И отличие ее только в определенной комбинации азотистых оснований. А следовательно, мы изначально используем концепцию, которая позволяет сделать максимально безопасную вакцину. По литературным данным, вот эти конструкции, в тех дозах, которых мы используем, приблизительно в тысячу раз меньше, чем та доза такого вещества, которая могла бы вызвать какой-то нежелательный побочный эффект. То есть мы должны понимать, что любой продукт, который мы употребляем в пище, — ту же соль. Если вы превысите определенную концентрацию, то вы погибнете. Но тем не менее мы употребляем в пищу соль, понимаете? Так и здесь. Это природная молекула. Однако доза, которую мы используем, далеко от опасной. В тысячу раз. То есть, в принципе, вы поймите, что любую вакцину можно сделать такой дозой, что человек погибнет. И спутник ВИИ, и пивокорона. Любой дозой. Поэтому вопрос дозировки имеет большое значение. Но в нашем случае это еще и природная молекула, которая, в принципе, не должна навредить, но переизбыток любого вещества может вызвать нежелательный эффект. И мы об этом знаем, и поэтому доза у нас в тысячу раз меньше, а вот близкой к опасной. Спутник ВИИ назвали в честь первого спутника так символично, как и первая вакцина была в мире зарегистрированная. Расскажите, пожалуйста, какое название будет у крымской вакцины и есть ли оно сейчас? Есть разработанное название ЛАСО. ЛАСО почему? Потому что это аркан для ловли животных. В общем-то, идея была такая, что мы знали, и в первой статье об этом сказали, опубликованной нами, что коронавирус будет меняться. И мы видим, что есть южноафриканский подтип сегодня, британский подтип коронавируса SARS-CoV-2. И мы понимали, что нужно предложить такую вакцину, которая бы учитывала то, что вирус будет меняться. Это РНК-содержащий вирус. Для РНК-содержащих вирусов присуще больше изменений, чем для ДНК-содержащих вирусов. Поэтому в нашей конструкции, она как раз и имеет форму ЛАСО, есть вот эта антиген-презентирующая область, где зашита последовательность коронавируса. И с другой стороны есть вот эта вот часть конструкции, которая, образно говоря, затягивает петельку на голове у коронавируса, можно так сказать. И вот эта вот часть, за которой мы затягиваем, там как раз вот находится адювант, который больше придает силу действию вакцины. И называем ЛАСО, потому что форма, да. И почему мы с вами говорим о том, что мы учитываем возможное возникновение подтипов коронавируса, то, что вот эту антиген-презентирующую область достаточно легко можно будет поменять, учитывая те мутации, которые произошли в геноме коронавируса. Спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, у нас в гостях был Владимир Аберемок, доктор биологических наук, доцент кафедры биохимии КФУ имени Вернанского, руководитель лаборатории клеточных технологий и разработки ДНК-лекарств. Спасибо вам. Это была программа «Интервью-24». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин